Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Тысячи погибших животных и растений. За майские в крае произошло более тысячи пожаров. Каковы последствия для природы? Впервые за пару лет стопроцентная загрузка. Сколько детей тем летом отдохнут в загородных лагерях и к чему готовятся родителям? Плывем дружнее. Вузы края подписали соглашение со студенческой лигой по гребле и сабордах. Что это значит для региона? В Алтайском крае во время майских праздников произошло более тысячи пожаров. Не обошлось без трагедии. В Первомайском районе на даче погиб ребенок. Серьезно пострадала флора и фауна. За эти две недели в регионе погибли тысячи животных и насекомых. Подробнее в нашем материале. Привычная картина последних недель. Пожары, дым и густой смог над городом. Сегодня в Барнауле уровень загрязнения воздуха пылью, сажей и дымом более чем в три раза превышал рекомендации ВОЗ. К слову, в соседнем Красноярске превышение вообще в 26 раз. Алтайский край горит уже месяц. С 12 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. На данный момент уже пятый класс опасности. Не обошлось без трагедии. В Первомайском районе в результате пожара на даче погиб ребенок. С 12 числа начала пожароопасного сезона у нас все дни только с высокой пожарной опасностью и чрезвычайной. То есть у нас не было дней, чтобы у нас прошли нормальные осадки какие-то. Только за майские праздники в крае произошло более тысячи пожаров. Основная причина – пал травы. То есть в 99% всех пожаров виноват человек. Ну, вот считайте, ветер 20 метров в секунду, метров 15 секунд по траве он пойдет по сухой. Горение сухой травы и сухостоя – это довольно серьезный пожар, который самому практически невозможно ликвидировать. В результате таких пожаров есть случаи, примеры на территории России, когда сгорают целые деревни. Кстати, дачники-неудачники, которые поджигают траву, а вместе с ней и свои домики, возможно, даже не догадываются, что пал сухостоя – занятие нецелесообразное. В почве есть органическое вещество, которое называется гумус. И вот этот гумус, он при высоких температурах, он выгорает. Зола останется, но зола – это у нас что? Это фосфор и калий. А то, что касается азота, то, что нужно для растения, для активного роста, оно, собственно говоря, улетает. А еще страдает природа, в которой все взаимосвязано. В пожаре гибнут насекомые, в том числе опылители. А ведь даже убитый огнем какой-нибудь почвенный клещ – элементы экосистемы. Погибают и мелкие животные, например, ежи. Они не успевают убежать от огня и сгорают заживо. Эта фотография красочно говорит о силе материнского инстинкта. Утка сгорела, но не бросила гнездо с яйцами. На одном метре квадратных, мелких совершенно насекомых, которых мы даже не знаем, обитает десятки тысяч. Плотность уменьшается вот этих животных, они же безвозвратно погибают. И, конечно, гибнут деревья, кустарники, сгорают семена. По данным Министерства природы Алтайского края, за майские произошло более 60 лесных пожаров. Общей площадью более 2,5 тысяч гектаров. Сейчас в регионе проводят лесовосстановительные мероприятия. Их главная цель – возместить площади вырубленных и сгоревших насаждений на уровне 100%. Запланировано у нас ежегодно 7,2 тысячи гектар. Это у нас всего мероприятие по лесовосстановлению. В том числе посадка лесных культур на площади 3,5 тысячи гектаров. Ну, человек сажает сосну, вот, ну, я не знаю, 3-4-летнюю. Ну, это очень маленькая сосна, ну, вот, ну, где-то вот такая. Ну, вот представьте себе, а дерево должно вырасти, ну, хотя бы до 60 лет. То есть вот она примерно, вот, 60-летняя сосна примерно 20-25 метров. И 60 лет только должно пройти всего лишь. То есть жизнь человеческая пройдет, и только тогда следующее поколение увидит лес. Средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае 205 дней. А значит, у ежей, ящериц и червей будут большие проблемы из-за людей, которые не умеют пользоваться огнем. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Стопроцентная нагрузка впервые за пару лет. В Алтайском крае скоро стартует летний оздоровительный сезон. Подготовку к нему уже ведут в 54 загородных лагеря. За лето в них планируют отдохнуть 22 тысячи детей. Во сколько родителям обойдется путевка? О чем должны помнить мама и папа, отправляя ребенка в лагерь? И какой процент лагерей нуждается в обновлении? Об этом расскажет Татьяна Голубева. Ехать хотят многие. Стоимость путевки, а в этом году она обходится в 23 700 рублей, пугать не должна, уверяют власти. По программе кэшбэк родители смогут вернуть 50%. Путевку выбирают на сайте мирпутешествий.рф или подавая заявку на местном портале заявка 22. Оплата путевки происходит онлайн на странице выбранного лагеря или туроператора с зарегистрированной картой МИР. При этом оплатить можно любое количество смен и получить возврат в неограниченное число раз. Период приобретения путевок в этом году достаточно продолжительный с 31 марта по 31 августа. С учетом тех льгот, которые предоставляются еще на краевом уровне, действительно делают стоимость отдыха для любой практически семьи посильной и финансово подъемной. В итоге для многих цена на отдых ребенка составит 1200 рублей, а путевок с кэшбэком куплено уже 6000. В этом году в лагерях будут по-прежнему следить за соблюдением антиковидных мер, а родителям напоминают, что далеко не каждый лагерь официальный. К примеру, в прошлом году на территории одной из баз отдыха был обнаружен лагерь без лицензии. Прежде чем отправлять детей в лагеря, надо внимательно посмотреть реестр и понять, есть ли этот лагерь в реестре, и имеет ли он право осуществлять деятельность по организации отдыха детей. На заседании в правительстве отметили, что загородные лагеря в своей основе строили в середине прошлого века, и многие серьезно изношены. Поэтому у регионального Минобра стоит задача попасть в федеральную программу реновации. К началу июня ее представят на обсуждение. В федеральном бюджете будет выделена достаточно серьезная сумма денег, которая поможет нам восстановить те лагеря, которые уже стоят в реестре недействующих лагерей на территории муниципальных образований, и обновить материально-техническую базу, достроить крупные какие-то объекты на территории тех лагерей, которые сейчас уже у нас функционируют. Ну а что касается этого сезона, то заезд планируется одним днем. Массовых мероприятий с участием приглашенных артистов по-прежнему не будет. Изновшеств, поднятие флага России, проведение просветительских мероприятий, изучение особенностей региона, основ законопослушного поведения. Минобри сообщили, что патриотическому воспитанию сегодня планируют уделять особое внимание. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Пробок в Барнауле может стать еще больше. Трамвайные пути на улицах Челюскинцев и Советской армии отделят от дороги. Это делают для того, чтобы во время ремонта моста на Новом рынке трамвайные пути не занимали автомобили и электротранспорт вовремя довозил пассажиров. Для повышения пропускной способности скорости движения трамваев подрядчиком у нас в рамках подготовительных работ нанесена дорожная разметка, обозначающая край проезжей части и разделяющие трамвайные пути. И устанавливаются дорожные сигнальные столбики, разделяющие потоки транспорта и для потоки трамваев. Столбики разместят на четной стороне Челюскинцев от Партизанской до Победной и по Нечетной от Проспекта Строителей до Молодежной. Такой режим будет действовать до окончания строительства моста, которое намечено на конец 2023 года. Меньше умирают и меньше болеют. Поэтому на Алтае стали закрывать отделения для больных ковидом. По крайней мере, сейчас эпид-обстановка это позволяет. В связи с чем в больницах края стали открывать отделения плановой помощи. София Яценко продолжит. Ставь же руки на пояс. Вдох, выдох. От терапевтического до неврологического. В больницах Алтайского края постепенно возвращается плановая помощь в прежнем доковидном объеме. За период пандемии основной упор врачам пришлось делать на лечение больных коронавирусом. Но в связи с улучшением эпид-обстановки, отделения, в которых до этого была красная зона, вернули под лечение соматических заболеваний. В настоящий момент мы находимся на спаде пандемическом. И койки свободные в инфекционном отделении есть. В любой момент в течение двух суток мы готовы развернуться, при эпидемическом подъеме развернуться, снова оказывать помощь. Здание рассчитано приблизительно на 360-400 коек для лечения взрослых больных новой коронавирусной инфекцией. А пока самые востребованные отделения по краю – болезни, системы кровообращения, онкологии и травмы. Эти койки разворачивают на месте ковидных госпиталей. А пока эта местная красная зона небольшая, всего 25 пациентов. И все со штаммом омикрон, который переносится, гораздо легче других. В феврале у нас в кабинете неотложной помощи обращалось в день больше 400 человек. И заниматься плановой работой, обычной, ну это было практически нереально, невозможно. Сейчас, слава богу, мы вышли уже на плановую работу, начиная с апреля месяца, апрель, май сейчас. И мы начинаем вызывать людей на диспансерное наблюдение. На сегодня это обычный плановый вопрос, когда есть заболеваемость, койки разворачиваются по приказу Минздрава. Нет такой заболеваемости. У нас получается высокий удельный вес свободного коечного фонда, значит, коечки сокращаются. Соответственно, кадры, они возвращаются на свою обычную работу по своей основной специальности. К слову, специалисты в области эпидемиологии не исключают очередной волны ковида ближе к началу лета. Но пока ситуация стабилизировалась, все же есть возможность оказывать экстренную и плановую помощь нуждающимся в полном объеме. София Иценко, Андрей Печоркин, День с толком. Алтайский хирург Яков Шойхет удостоен ордена Александра Невского. Врач ассистирует и оперирует с 1960 года. К сегодняшнему дню список его регалий можно расписать на десятки страниц. Это тысячи научных трудов и масштабные исследования с учеными из разных стран. Два десятка изобретений и огромное количество учеников. Встретиться с таким человеком – большая удача. Свободного времени у профессора и врача почти нет. Но нашему корреспонденту Анастасии Наборщиковой удалось взять интервью. Оперирует Шохет. Полвека хирург спасает людей не только от рака. Сегодня ему 81 год. Кадры архивные. Из-за пандемии мужчина не оперировал два года. И за это время, говорит, стало невмоготу. Но коллеги берегли. В 8.15 я вхожу реанимацию. В 8.30 провожу рапорт. Эти два года мне дались очень тяжело. Я почти отступил от своего здоровья, потому что я не могу не работать. Сейчас такая ситуация, что много ошибок. Яков Нахманович из тех, кто боролся в 20 веке с невидимым врагом, которого нет ни для кого, как коронавируса – радиация. С 1949 года в Семипалатинске, это Казахстан, проходили испытания ядерного, термоядерного и водородного оружия на границе Алтайского края. 468 взрывов в воздухе и под землей. Их суммарная мощность превышает в 2500 раз мощность бомбы, которую американцы сбросили на Хиросиму. Была команда министра обороны, чтобы подчиняться и экономочам. Отчитывались не в Москве, а отчитывались в Барнауле. 60 институтов Российской Федерации, в том числе научно-исследовательский институт и Министерство обороны. Была разработана федеральная программа. Алтайский край и районы, которые пострадали, смогли получить 15 миллиардов рублей. Исследования Шойхта создали систему лечения и буквально построили диагностические и онкологические центры. Там сегодня работают и ученики известного всему миру хирурга. 87 человек стали кандидатами наук. А это докторан. За вклад в развитие медицины и многолетний труд Яков Нахманович награжден орденом Александра Невского. Для профессора награда важна, как и его ученики. Сейчас он обеспокоен, говорит, студентам нужна практика. А ее мало. Сам Шойхет в реанимации стоял уже на четвертом курсе. Анастасия Наборчикова, Дмитрий Денисов и Вадим Быстревский. День с толком. Из экологов – коллекционеры. На протяжении 15 лет житель села Шаталовка Родинского района Сергей Ганджа отправляет детей в прошлое и учит истории по экспонатам разных эпох. Коллекционер собственными силами создал музей, который сегодня насчитывает тысячи предметов и посетить который можно совершенно бесплатно. Подробнее у Валентины Аскеровой. Вот с одного стакана пили, никто не болел. Автомат с газированной водой, умывальник Мойдадыр, купюры и утварь из прошлого советской эпохи. Под одной крышей уживается с Демидовской. На месте имени Казанского божьего монастыря в городе Барнауле 1800-е годы конец. При земленных работах нашли, ну отшлифовали ее, хотели продать. Но охранник, он как бы знает меня и мою деятельность, в них забрал и переправил на нее. Сергей Ганжа, идейный вдохновитель, основатель музея, рассказывает, коллекционировать предметы начал 15 лет назад. Первым экспонатом в его многотысячной армии предметов стал крошечный значок. Пионерский значок 1947 года. Начал собирать. Это пионерия. Ну их вообще много, там даже до Сочи. С каждым годом экспонатов только прибавляется. Кто-то дарит, что-то обменивает и выкупает за собственные деньги. Есть в музее Сергея комната боевой славы, посвященная военной тематике. Труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому выставочному залу коллекционер учит детей истории. Вот это вот экспонат из-под Ржева. В 2015 году я ездил туда, там мой дед погиб под Ржевом. Дети маленькие спрашивают, поменьше. А что чаще всего? Чаще спрашивают, а мой дед, баба есть? Я говорю, ну с чити. Это я вот собирал фотографии тружеников тыла и ветеранов. В планах у Сергея коллекционировать не только вещи, но и самих коллекционеров. Его мечта подыскать подходящее помещение, где смогут представить свои экспонаты сразу 5-10 коллекционеров. Кстати, музей Сергея Ивановича не ограничивается четырьмя стенами. Вся территория возле тоже музей. Только под открытым небом все уличные экспонаты, к слову, своими руками сделал сам коллекционер. Тет Санчо Панчо, Дон Кихот Ломанческий охраняют покой нашего музея. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Подержать в руках камеру, почитать новости суфлера и попробовать себя в роли радиоведущей. Все это смогла сделать маленькая жительница Локтевского района, особенная девочка Маша Свечникова. В свои 10 лет она отлично рисует, занимается рукоделием и проявляет интерес к журналистике. Наш телеканал осуществил давнюю мечту девочки, провел для нее и ее мамы экскурсию и показал, как живут люди по ту сторону экрана. Знаете, когда нам говорят, что леса? С этих слов поехали. Кстати, когда нам говорят, что леса вырабатывают кислород. Читать суфлера, держать себя в кадре. Пробует Наталья Свечникова ее доченька Машенька. Мама с особенной девочкой уже несколько лет являются героями наших репортажей и постоянными зрителями. Но в святая святых в нашей студии. Сегодня побывали впервые. Реакция полный восторг. Я думаю, я как ее на телеке. Особенно мне нравится ведущая Корчагина. Молодец. Нравится. И все ее выпуски смотрю. Записать эфир и тут же посмотреть на себя в экране многочисленных мониторов. О, сразу Маша. Красота наша. Маша занимается рукоделием, рисует, разносторонне развивается. Журналистика – одно из многих ее увлечений. Причем девочке нравятся не только корреспонденты, но и те, кто остается за кадром – операторы. Наша СММ Анастасия Бертенева, которая часто снимает видео для наших соцсетей, преподала Машеньке мастер-класс. Она снимает очень плавно. Она маленькая, компактная, но получается видео очень красивое. О, смотри. Видишь оператора? О, красавчик наш. Давай, вон, кружечки поснимаем. Заглянули Свечниковой к нашим монтажерам. Посмотрели, как создаются видеосюжеты. Так, корреспондент Анастасия Наборщикова рассказала о тонкостях работы. Съемки длились, например, несколько часов. Мы убили на это часа 3-4, например. А в эфир пойдет всего лишь минут две. Текст видеосюжета Маша тоже попробовала начитать. Справилась на ура. Ну а после посетила нашу «Комсомольскую правду». Пообщалась с журналистами и главным редактором Ольгой Ведерниковой. После спустилась этажом ниже в студию радиоэфира. Вот одевай, да, как тебе удобно. Вот так, красава. Вот, можешь ручки убрать и вот так поговорить в микрофон. Да. Да. Сюда могут в студию, например, звонить слушатели. И мы слышим в наушниках, как они говорят по телефону. Больше всего маленькой Маше понравилось радио. Мама девочки говорит, если желание не угаснет, будет с дочерью работать на дикции, чтобы профессия покорилась. Ну а мы ждем и других желающих в гости. И вместе с семьей Свечниковых посылаем зрителям воздушный поцелуй. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Историческое событие. Сегодня на Барнаульском грибном канале ректоры алтайских вузов подписали соглашение со студенческой лигой по гребле на лодках «Дракон» и совбордах Алтайского края. Результатом такой коллаборации станет участие студентов в регулярных краевых всероссийских соревнованиях. С этой целью в Федерации гребли на байдарках и каное Алтайского края приобретены лодки «Драконы» и совборды, необходимые для тренировок и выступления спортсменов. Напомним, в прошлом году на грибном канале прошел второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каное. В Федерации не теряют надежду, что Барнаульский канал еще увидит и международные соревнования. Барнаул на несколько дней станет центром российских единоборств. В Краевой столице в 13-й раз проходит фестиваль «Детям планеты. Мир без наркотиков». И в этом году он собрал рекордное количество участников – более 3000 человек. Что так привлекает спортсменов, расскажем далее. Не успели краевые кикбоксеры отойти от чемпионата России, как спустя полмесяца новый крупный турнир. Фестиваль единоборств, пропагандирующий здоровое детство, в 13-й раз собирает спортсменов. Вот только в этом году, после уже упомянутого чемпионата, желающих заявилось в разы больше. Обычно там 120-130 человек у нас принимало участие. В этом году аж 200 человек съехались на этот турнир. Кроме кикбоксеров, под одной крышей лучших вычисляют каратисты, рукопашники, борцы Панкратиона. На всего 17 федераций из 40 регионов страны не смогли прилететь на турниры спортсмены из Ирана, Казахстана и Таджикистана. Правда, представители последнего все же поборются на площадке. «За иностранцев будут отвечать студенты из Таджикистана, которые учатся в Барнауле, но имеют иностранные паспорта. Они захотели представлять свою страну под своим флагом выступать. Приглашали мы многие страны, в том числе Монголию. Монголия не смогли, без объяснения причины, также не смогли ребята с Абхазии приехать. То есть у нас постоянно приезжала команда Донецкой Народной Республики. То есть по понятным причинам тоже ребята задействованы, не могут прилететь на эти соревнования». Плюс фестиваль, а еще и в том, что федерации могут организовать официальные старты по своему виду спорта. А это позволяет даже присваивать звание, например, мастера спорта. «Это определенный толчок, определенный старт для молодых спортсменов в первую очередь». Фестиваль продлится до 15 мая, так что всех любителей единоборства ждут в темпе. Вход свободный. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Продолжение следует...